Здравствуйте! Рада приветствовать вас! И давайте сегодня поговорим про мантры. Сегодня пойдет речь о самой простой мантре, которая есть, и она состоит всего лишь из трех букв. И это мантра ЛАМ. Голубь над нами пролетел. И это мантра ЛАМ. И звуки этой мантры очень хорошо действуют на первую чакру. Если вы попробуете впеться или даже вслушаться в эту мантру, то вы почувствуете, что словно что-то движется в области промежности, словно в этом месте зарождается красный шар и начинает становиться плотнее и плотнее. Мантра ЛАМ и вообще мантры срабатывают хорошо у тех людей, у которых уже с горловой чакрой все в порядке. Просто у меня недавно была клиентка, она прорабатывала у меня чакры в частном порядке. И вот там очень хорошо проявилась именно проблема с горловой чакрой. То есть она не смогла принять практики, музыкальные практики, практики мантры, пропевать, потому что горловая чакра просто-напросто у нее забита. Диагностика горловой чакры может сделаться достаточно просто. Послушайте свой голос, можете ли вы им управлять. Например, я могу говорить как таким вот голосом из горла, то есть прям вот тут сверху. Вот таким вот голосом разговаривает эта клиентка, с которой я прорабатываю. И если вы можете говорить из сердечной чакры или даже из живота, или иногда даже из пяток, то тогда ваша горловая чакра уже более-менее проработана. Плюс горловая чакра это еще и смелость заявлять о себе, говорить о себе, проявлять границы. Если вам что-то не нравится, и вы глотаете и молчите, то значит ваша горловая чакра еще не совсем проработана. Почему я вообще включила мантры вот в этот наш курс? Ну, некоторые сомневаются, что звук может воздействовать на человека как-то. Но хочу вам сказать, что даже хочу привести несколько примеров. Вы никогда не замечали, что от какого-то голоса очень приятно на душе, а от какого-то голоса не очень. Это волны, это волны звуковые, волны, которые как-то воздействуют на наше тело, вернее на наш мозг. Волны бывают разные. Есть волны цветовые, их видит наш глаз. Есть волны радиоактивные, их мы не можем ни видеть, ни чувствовать, но наше тело очень реагирует на эти волны. Чем плотнее волны, тем материальнее становится все вокруг нас, то есть чем длиннее волна, тем менее осязаема она, чем короче волна, то есть длинная волна она вот такая, короткая волна она вот более. И чем короче волна, тем лучше мы можем ее осязать. Итак, давайте еще пару примеров сейчас приведем. Недавно, вот буквально несколько месяцев назад, я начала смотреть Кашпировского, изучать его работу, потому что я очень много слышала о нем в детстве. Хочу вам сказать, я прослушала много его эфиров. Особенно действия его практики на себе я не почувствовала, его сеансов, но знакома с людьми, на которых действительно сеансы подействовали, смогли исцелить. Плюс я читала комментарии под видео, и это комментарии не 10, не 20, это 600, 2000, 3000. И как бы тоже доказательство, что ну столько людей не проплатишь, чтобы они нахваливали Кашпировского. Это, конечно же, живые люди с живыми своими аккаунтами, и им помогает. И вот доказательство, что звук, да, действует, в случае Кашпировского, возможно, это не совсем звук, но все-таки какая-то волна, какая-то энергетическая волна. Еще хочу вам рассказать о таком примере, когда я была на ретрите, может, я уже раньше рассказывала. Там был ансамбль из молодых парней, и хобби было собирать разные инструменты с разных частей планеты. И вот посадили нас... Тут что-то падает постоянно из дерева. А, там голуби сидят. Я думаю, что-то падает то там, то здесь. Ну, хорошо. Вот, и тогда на ретрите эти парни посадили нас в круг. У нас было, наверное, человек, так, 10, я сейчас точно не помню. И помню, что они играли на разных инструментах. И когда сеанс подошел к концу, они начали спрашивать нас, а как мы ощутили? И я лично поразилась тому, что у меня через звук проявилась боль. У меня время от времени болит под левой лопаткой. Но я еще не вычислила, с чем это связано, потому что эта боль то приходит, то уходит. Я еще не вычислила, это связано с физическими нагрузками или с эмоциональными. Но факт, что у меня не болело очень долго. И именно во время сеанса проявилась эта боль. И после сеанса вот этого музыкального боль ушла. То есть я прочувствовала это доказательство, что звук действительно влияет на нас напрямую. Мало того, когда начали говорить другие, рассказывать, как они прочувствовали звуки, они тоже поделились вот таким вот феноменом. При том, что у людей, которые были со мной в этой группе, у них проявлялись другие болезни и на другие инструменты. И тогда я еще раз для себя отметила, что все-таки, видимо, какая-то фрегвенция какого-то звука сонастраиваться с какими-то нашими физическими деталями, хотела сказать, частями тела. И вот они резонируют друг с другом и как-то взаимодействуют и дают нам почувствовать это. Плюс, ну, конечно же, вы, наверное, уже на себе испытывали наслаждение от музыки. Часто наслаждение от музыки зависит от того, в каком настроении можно слушать одну и ту же мелодию или песню в разном настроении и по-разному ее воспринимать. Но факт, что мы действительно реагируем на звуки. Если очень-очень приятная музыка бывает или голос кто-то поет очень красиво, то мурашки на коже по всему телу могут просто в волосы встать, да? Это тоже доказательство, что звук работает, звук действительно действует на нас. Я до себя испытала контакт с человеком, голос которого в таких фрегвенциях, которые меня очень сильно угнетали. И этот опыт у меня был еще до того, как я побывала на ретрите и все-таки отметила для себя, что звук влияет на тело. Потом уже отматывая назад, откручивая эту ситуацию с тем человеком, я поняла, что этим голосом он меня просто-напросто убивал. Фрегвенции в его голосе были настолько негативны для моей, наверное, не скажу, души. Ну, видимо, у меня какая-то своя волна, которая вот с этим, с его волнами не коннектилась. Давайте так скажем. И потом какое-то время прошло, и мы снова начали общаться, правда, по телефону. И я, когда уже осознавала, что его голос, этого человека влияет на меня негативно, я отодвигала трубку подальше и потом уже просто-напросто избегала общения с этим человеком. То есть осознанное понимание звуков мне очень помогло в моей жизни. Каким образом? Таким, что я стала избегать неприятных звуков и начала подбирать музыку, которая мне нравится. Классическая музыка, давайте. Классическая музыка, она тоже на каждую влияет по-своему, при том, что классическая музыка тоже бывает разная и тоже под настроение. Я отметила про себя, что в зависимости от того, какое у меня настроение или психологическое здоровье, то или иная музыка классическая действовала на меня хорошо или плохо. То мне нравились скрипки, то меня раздражали скрипки, то мне нравился кандрабас, то он мне казался грубым, то мне нравились барабаны, то они меня бесили, то мне нравился сексофон, то он меня потом жутко раздражал. И это тоже как лакмусовая бумажка для себя, понимать, что со мной происходит, что с моим состоянием сейчас. Но это также с цветом можно себя диагностировать, но звук он повсюду. И если вы найдете для себя, вот для каких-то определенных фаз, уже определенную музыку, у меня даже есть свои музыкальные альбомы, там написано радость, грусть, я прям откладываю, или там тренировка, спорт, медитация. Это часто, да, что есть у людей свои вот эти папки для медитации, для спорта, ну это так стандарт. А вот задумайтесь и сделайте себе папки для настроения, для утра, для вечера, для ностальгии. И потом у вас будут такие инструменты, которыми вы можете пользоваться и включать в себя, когда вам надо. Когда вот у меня такое играющее настроение, я хочу еще больше его так вкусить, прям понаслаждаться, я включаю свою папку радость. Там такая классическая музыка, очень легкая, и там много таких три-тири-три-ти-ти-ти-ти. Если я раздраженная, то такая музыка меня может просто убить, потому что она меня с ума может свести. А вот в таком легком настроении меня еще больше поджаривает эта музыка. Я потом такая все вдохновленная, работаю с цветами, словно у меня выросли крылья за спиной. А еще у меня есть танцевальная музыка, музыка, которая мне помогает именно войти в такое романтическое настроение. Это парные танцы, это такая музыка, где я могу помечтать, что я кружусь мужчиной в кругу других пар и растворяюсь вот в этом танце. Еще у меня есть музыка на сексуальные темы, это когда появляется такая игривость какая-то в теле и хочется больше раскачать это состояние. И вот тогда включаю себе музыку и она достаточно быстро раскачивает то состояние, которое мне надо именно вот сейчас в себе раскачать. Мы поговорили о звуке и я хотела вам вообще привести намного больше примеров, почему звук работает. Но мне хочется, чтобы вы сами что-то написали. Наверняка у вас есть свои наблюдения, свои уже мнения насчет звука. И вы наверняка тоже можете чем-то поделиться. И, пожалуйста, напишите под видео, если у вас тоже есть такой вот опыт со звуком, как он действовал на вас, где он вам помог, может быть где-то проявить какую-то эмоцию. Бывает, что так вот вроде бы вот хочется поплакать, выпустить какие-то эмоции, но вот что-то их не позволяет. И потом раз, в кино заиграла какая-то музыка или где-то в радио, и эмоции вот эти вот прям хлынули наружу. Это тоже такое доказательство, что звук действительно работает не только на тело психологически, но и вот какие-то блоки внутри себя раскрывать. Поэтому музыка – отличный инструмент для работы с самим собой. Понаблюдайте, посмотрите за этой темой. Итак, давайте я вернусь к нашей мантре, состоящей из трех букв. ЛАМ. И я сейчас не буду ее вам петь, потому что петь я не умею. Но YouTube полон таких вот разных роликов. И так и называется мантра для первой чакры. ЛАМ. И вы подберите ту, которая вам больше всего подходит. Дело в том, что вам нужно подобрать в свою фреквенцию голосов, которые поют эту мантру. Или пойте ее сами, если вы это можете. Обратите внимание на эту самую-самую легкую простую мантру. Почему? Потому что это будет ваше оружие. Если вы где-то сидите, вы даже можете внутренне пропевать эту мантру, и она может вам помочь заземлиться. И так, практикуйте звуки, пойте мантру, наблюдайте за своими ощущениями. У меня уже так солнце. Солнце все ниже и ниже, попадает не в глаза. Я надеюсь, видео не будет слишком засвечено, я вообще ничего не вижу. Но надеюсь, что вы меня достаточно хорошо видите. Я желаю вам интересной практики, вкусной практики. Я думаю, что работа со звуком может вам действительно помочь, особенно сейчас в это время. Потому что она практически не требует никаких физических сил, затрат каких-то энергетических. Просто можно даже не петь, а послушать эту мантру в наушниках. Да, ваша задача выбрать то, что вам хорошо подходит. Потому что у каждого голос свой, что-то ближе. Кому-то нравятся высокие тона, кому-то низкие. И YouTube предоставляет достаточно широкий спектр разных цветов голосов. И вот берите себе, попробуйте, посмотрите, как вам зайдет такая мантра. И делитесь, пожалуйста, своими впечатлениями. Все. Намасте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова